Рокировка в разгар сезона. Белшина назначила главного тренера. Работаем в штатном режиме. Какой? Новый рулевой. С детством незаконно. Подростки обманывали людей в интернете. Произошедшему причастен 17-летний учащийся колледжа. Что грозит парням? Крути педали. В Бобруйске пройдет велопробег, приуроченный ко Дню Инородного Единства. Приглашаю всех желающих, всех любителей велосипедного спорта. Какой маршрут эко-движения. А также планы на ближайшую пятилетку и подблеск софитов. В кинотеатре «Товарищ» прошла премьера фильма «Культурный код». Какие уроки вынесли зрители? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. На злобу дня Александр Лукашенко провел совещание по рассмотрению актуальных вопросов внутренней политики, а также главному предстоящему событию в жизни страны – выбором главы государства. Это не просто очередная электоральная кампания. Должно быть завершено формирование обновленной политической системы страны. Белорусский лидер призвал участников совещания готовиться к новой пятилетке, которая начинается с 2026-го. В преддверии ее старта правительство должно организовать проведение очередного Всебелорусского народного собрания, где будет определена стратегия и задачи на новый этап развития. Приоритет – работа с людьми, деятельность всех руководителей и регионов, и местных вертикалей, и руководителей центрального звена. Мои подходы вы знаете. Людей надо слушать с людьми, нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Ну, хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент. Второе – ква-результативность работы с такими обращениями. Именно от этого зависит и авторитет каждого руководителя на местах руководителей и власти в целом. Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Я уже об этом говорил. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать и понимать, что должны мы организовать власть, а что должны сделать сами люди. Однако, несмотря на активную работу, которая ведется в стране, как отметил президент, оппоненты уже раскачивают ситуацию. Главный момент, вокруг которого и строятся все инсинуации – дата предстоящих выборов. Александр Лукашенко подчеркнул, очередные президентские выборы, согласно Конституции, должны состояться не позже 20 июля 2025 года. Недетские шалости. В Бавруйске двое подростков обманывали людей в интернете. Жертвы мошенников обратились в милицию. Они пояснили, в сети находили объявления о продаже мобильных телефонов, компьютерной техники или одежды по выгодной цене. После того, как продавцам отправлялась часть суммы, те переставали выходить на связь. Оперативники выяснили, что к произошедшему причастен 17-летний участник колледжа и 13-летний школьник, который вместе решили подзаработать. Таким образом, одни обманули 10 человек на общую сумму около 2000 рублей. Устанавливаются другие возможные пострадавшие от их действий. В отношении самого старшего из компании следователями возбуждено уголовное дело. За младшего будут отвечать родители. Им грозит штраф, подростку – профилактический учет. Культурный код. Бавруйский прошла премьера фильма о государственных символах Беларуси. По сюжету главные герои, студенты Академии искусств, получают задание снять документальный фильм о госсимболах. Предпосылки для завораживающего просмотра многообещающие. В картине раскрываются тайны Музея современной белорусской государственности и участия в автопробеге. Не пропустили масштабные события и руководство города, депутатский корпус. Впечатление то, что наши символы – это действительно символы, которые олицетворяют наш белорусский народ. И сегодня то, что мы увидели в этом фильме, действительно это так. Очень достойный фильм, особенно для нашей молодежи. Мы узнали много нового и также повторили то, что знали про наши государственные флаги, гербы и гимн. Мы узнали, что значат цвета на флагах, мы узнали, что находится на нашем гербе. Красный цвет у нас обозначает мужество, отвагу. Зеленый цвет у нас цвет природы, так как у нас очень красивая природа, мы зеленая страна. Белый цвет, он обозначает чистоту, невинность, мудрость. Я узнала о государственном гербе намного больше, чем до этого знала. Например, про то, что количество ленточек совпадает с количеством наших областей. Мне было очень интересно. Вот так просто через рассказ двух молодых людей учащиеся познают историю своей страны. После в атмосфере единства все собравшиеся спели гимн. Оригинальные идеи и методы. В футбольном клубе «Белшина» новый главный тренер. Теперь команду возглавляет Дмитрий Мигас. О первых эмоциях, адаптации и целях на остаток сезона Роман Костюков. Принято считать, назначение нового рулевого равносильно следующей главе в истории. Перед началом сезона в «Белшину» пришел человек с именем в белорусском футболе – Михаил Мартинович. Под руководством этого специалиста бобруйская команда неплохо двигалась от тура к туру. И к началу сентября занимала третье место в таблице. В конце августа главному тренеру поступило предложение от клуба «РПЛ». И вскоре руководство объявило о расставании по обоюдному согласию сторон. Преемником было решено назначить Дмитрия Мигаса. Когда вы узнали об этом назначении и какие эмоции при этом испытали? Ну, в принципе, узнал, что, скорее всего, что будет это на игре в Жодзино, когда поехали. Алексеевич подошел, как бы сказал, что готов все принимать, наверное, команду, скорее всего. Дмитрий Мигас для «Белшины» – человек знакомый. В бытность игроком он надевал красно-черную футболку. После завершения карьеры присоединился к структуре клуба. Долгое время работал начальником детско-юношеского футбола, ассистентом тренера, исполняющим обязанности главного. Впереди – полноценная работа в новой должности. Мы с ребятами уже, в принципе, так пообщались на предстоящий месяц. Это пять игр у нас. «Волна», «Нива», «Долбизна», «Макс Лайн», «Барановича Лида». Это ближайший месяц наши все игры. И, в принципе, так пообщались, что надо по максимуму сработать этот месяц, потерпеть где-то, поработать, достичь максимального результата. Как признается сам тренер, его назначение игроки приняли тепло. Ранее они взаимодействовали. Теперь же должность ассистента сменилась на более ответственную. Дмитрием Валерьевичем мы работаем с начала года. Он же был изначально в тренерском штабе. Прекрасные отношения, рабочие. Там есть ли какие-то и личные вопросы. Я думаю, я могу позвонить в любой момент, что-то обсудить, спросить какого-то совета, помощи. Сейчас он стал главным тренером. Это тоже не проблема. Работаем в штатном режиме. Он прекрасно знает нас изнутри, знает, на что мы способны. Так что проблем никаких нет. Результат матча во многом зависит от процесса подготовки. Теперь идеи и видение нового рулевого имеют огромное значение. И отреагировали положительно, в принципе, лучше изнутри человек, который уже знает, владеет всей информацией, чем какой-то снаружи. Поэтому для нас это было, так скажем, лучшее решение. С перестановки на тренерском мостике цель на сезон не изменилась. Возвращение в высшую лигу. Показать свой футбол, добиваться желаемого результата, радовать болельщиков. Такие задачи в своей работе ставит Дмитрий Мигас. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В едином ритме. Жителей города на Березине ждет очередной спортивный праздник. 14 сентября в Бобруйске пройдет традиционный велопробег, приуроченный ко Дню Народного Единства. Старт на улице Еловики от братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Начало эко-движения в 10.00. Приглашаю всех желающих, всех любителей велосипедного спорта, просто велопрогулок, приобщиться к этому замечательному мероприятию. И провести субботний день с пользой для своего здоровья. Проследует велоколонна от Вечного Огня по Минской и Карбышево. Традиционный маршрут эко-движения – это еще и возможность насладиться городскими пейзажами. Финишная прямая возле мемориального комплекса жертвам фашизма. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok